Всем большой привет! Вы на канале Анастасия Флешка. Сегодня мы с мамой будем готовить экономное меню. Мы вам покажем, что можно приготовить из одной курицы. Три блюда будем готовить. Это щи, оливье и просто пожарим курочку с гарниром. Мама с вами поделится своими секретами приготовления вкусных щитов. Сейчас мы курицу разделим на части. И будем из неё готовить три блюда. Крылья отдельно, по суставам отдельно, бёдра отдельно. Вот жир я всегда срезаю. Вот так, бёдрышки. Вот, это у нас пойдёт на второе. А на первое у нас идёт весь хребёт. Вот этот мы сейчас будем варить на щи. Жир мы срезаем, шкуру я тоже убираю. Курицу мы уже помыли предварительно, она чистая. И варим. Вот, сейчас ещё эту отрежу. Киль-киль. Сейчас это вот, вот, мясо прям. Это, чтобы, вот, например, тем, кто не хочет поправляться. Называется это там оливье. Можно готовить с колбасой, но там будет высокая калорийность этого блюда. А можно с куриной грудкой. Тогда калорийность уменьшается в два раза почти. Вот сейчас мы эти кости будем варить. Здесь мы будем варить щи. Закладываем туда хребет куриный. Будем щи варить на втором бульоне. И этот будем выливать. Давай. Эти кусочки мы будем обжаривать. На сковородке. Ты что добавляешь? Перчику немножко. У тебя есть какие-нибудь вкусные приправы? Ну вот, помой-ка, и так-то не полу-ка. Итак, курочку мы посолили, поперчили и будем обжаривать. Здесь у нас ингредиенты для щей. Капуста, картофель, морковь, уже потерли на крупной терке, лук мелко нарезали, соль. Здесь еще веточку укропа, потом вытащим. Лавровый лист, томатная паста и чесночок. В связи с этим вирусом добавим чесночок в щи. Так, раскладка вообще на одного человека идет, на порцию. 50 грамм картошки, 75 грамм капуста, 16 лука, 14 лука и 16 моркови. Это по граммам. То есть, вот этого будет достаточно. Две картошки, одна тарелка. Просто вот я беру тарелку, нарезаю. Вот у меня такая мерная ложь, мерная как бы тарелка. Вот такую тарелку капусты. То есть, вы сами должны посмотреть, густые ли, какие вы любите. Густые щи, значит, капусты побольше. Если любите бульончик побольше, поменьше капусты. А это все лук обжарим. На сливочном масле я всегда обжариваю. И потом туда добавляю томат. А это все так положу. Потом, смотрите, укроп. Укроп я добавляю, а потом перед концом варки я его вынимаю. И это кладется, потому что, ну, чтобы придать супу, чтобы придать щам такой аромат, очень ароматный щи получается с укропом. Он потом вытаскиваешь его, выкидываешь и все. А аромат остается. Секрет. Вот если вы хотите очень вкусные щи приготовить, возьмите ассорти мяса. То есть, возьмите барабинки, свининки и говядинку. А это, кстати, не делал ни разу. Да. Ты мне скажи, а если мы в щи этот укроп положим? Ну, у меня обычно замороженный укроп и петрушка. А вот если мы такой положим, вот эти семена там не останутся? Нет, они прям вместе с веточкой, вы увидите. Я их достану и выкидываю. Понятно. Минут 15 поварю с ними и все. Лук обжариваем на сливочном масле. Курица сварилась, теперь ее достаем, а бульон сливаем. 3 литра. Итак, наливаем 4 литра воды и доводим до кипения. В лук добавляем томатную пасту. 3 столовых ложки. Вода закипела и бросаем капусту. Ну и мясо, которое мы обобрали с костей. Тоже туда. И вот как закипит капуста, 5 минут покипит, и бросаем картошку. Когда картошку вот бросаю целиками, я ее, а потом она сварится, минут через 15-20, и я ее мну, а потом бросаю еще такую картошку, резаную. Ну что, умну, а я ее так. Прошло 5 минут, бросаем морковь. Картошку сварилась, большую выкладываем в нем. картошку на территории всей России до 30 апреля. Да ты что, а мы не знали. Картошку достали, сейчас мы ее помнем. и выкладываем опять туда щи. Щи так, получается, как они не пюре, просто вот картошка, она, конечно, придает очень вкус хороший. Теперь вот эту зажарку, лук с томатной пастой, добавляем туда. Так, чесночку мы бросили. И у меня есть мороженое, это, зелень. Теперь лаврушку и вот наши веточки. Укропа. Укропа. А потом мы их достанем перед концом. Теперь ветки эти вытаскиваем. Ничего с ними не сделаем. Они вон все встают. Ну вот. Все. Щи готовы. И сейчас мы готовим. Мне понадобится картофель, яйца, вареная курица, огурцы и консервированный горошек. Выправлять будем майонезом. Татья, крошку можно делать уже. Весна пришла. Да. Весна пришла. Красная. Я могу ящик. Все. Такой зеленый салат олье получился. Знаешь, что там не хватает? Моркови нет, конечно. Я ее люблю. А я не люблю моркови. Ну, что вы не любите. Она на слазь дает. Да, они мне не нравятся. А вам все. Соленее нам. Что не хватает? Соленее. Да. А мы сейчас будем готовить оладушки пышные. Итак, положили пол чайной ложки соли. Пол чайной ложки соды. Сахара. Также добавляем одну столовую ложку сахара. Муку. Ну, немножко. У нас кефира мало. У меня кефир в конце. Да? Да. Мне что и понравилось. И добавляем кефир. Один стакан кефира. Так, хорошо размешиваем. И пусть постоит. Да. Минус-минус. Сильно разогреваем сковородку и выпекаем оладушек. Более подробный рецепт вкусных пышных оладушек у меня уже есть на канале. Переходите по ссылке. Я ее оставлю внизу под видео. А также подсказка высветится на экране в уголке. Кликайте и смотрите. Пропеклись внутри. Очень вкусные и нежные. Обалденные оладушки. Очень-очень вкусные, пышные. Тают во рту без яиц. Даже лучше. Всем приятного аппетита. Хорошего настроения. И если вам понравился ролик, ставьте лайки. И подписывайтесь на мой канал Анастасия Флешка. Всем удачи. Всем пока-пока. До скорых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok